Оперативники в течение полугода наблюдали за работой врачей Бюро медико-социальной экспертизы. Благодаря скрытой камере зафиксировали несколько случаев получения ими взятки. Врачи в ТЭК готовы были за 20 тысяч рублей дать человеку вторую или третью группу инвалидности. Схему получения взяток придумала врач-невролог Наталья Дьякова. Первое дело по ней и направлено в суд. Расписывайтесь. Вам нужно будет только принести заявление и можете обратно уйти на работу. Данная ситуация получила, что Дьякова сама лично заполняла все документы, обладала этим правом. Их следствием установлено. Она приносила на подпись руководителю Бюро СМИ документы. Он, доверяя ей как специалисту, подписывал, не глядя, как у нас любят подписывать документы, не глядя. И, соответственно, она вводила его в заблуждение за этими ложными документами. Деньги лжеинвалиды передавали не лично Дьяковой, а сначала посторонней женщине Оксане Семенищевой. Да, их относила старшей медсестре Наталье Русиновой. Сейчас доказано, что невролог Наталья Дьякова получила 45 тысяч рублей. Но это только доказанные факты. Так, третья группа наград выдается. Сейчас идите в центр. Ой, вот, что я тоже подавал. Восьмой кабинет, в третий или восьмой. Встанете на очередь на центр реабилитации, вам выписан. Там вам еще льготы расскажут по коммуналке. Сходите, а потом в пенсионный фонд поедете на начисление пенсии. Хорошо, спасибо. Угу, пожалуйста. Благодаря врачам-взяточникам известно, что лжеинвалиды поступали на бюджетные места в высшие учебные заведения. Уклонялись от службы в армии. Наталья Дьякова полностью раскаивается в содеянном. Свою вину признает. Сейчас трудно сказать о мере наказания. Предположительно, женщина может получить до семи лет лишения свободы. Следствие по остальным участникам врачебного дела продолжается. Как мы считаем, всего будет не менее 10 уголовных дел, 10 эпизодов, это как минимум. И кроме этого, сейчас решается уже вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении лжеинвалидов по ст. 159, то есть мошенничества. Потому что лица незаконно получали пенсию по инвалидности. У всех, естественно, разную сумму набежали. На вопрос, почему врачи так откровенно брали взятки, они ответили, что их толкнуло на этот шаг тяжелое материальное положение. Юлия Долгова, Михаил Осейчик, Пермский край.